Кроссфит Именно туда я отправляюсь прямо сейчас за новыми ощущениями. Музыка Изучать науку функционального многоборья Мы сегодня будем с президентом регионального отделения Федерации функционального многоборья Иваном Рубянцевым Здравствуйте И вице-президентом Эдуардом Кишищаном Здравствуйте Здравствуйте Я думаю, что с Эдуардом мы еще пообщаемся в ходе тренировки Нам предстоит, думаю, продуктивное общение Я бы сейчас хотела поговорить немножко с Иваном Иван, развейте мои сомнения Расскажите мне, что вообще такое кроссфит А что такое функциональный тренинг? Кроссфит – это высокоинтенсивное варьируемое функциональное движение То есть, если это брать понятие кроссфит Функциональный тренинг Это также способствует развитию физической качества человека Силы, выносливость и так далее Чем отличается? В функциональном тренинге нет цели развития мощности А в кроссфите эта цель стоит То есть, функциональный тренинг, он больше входит в кроссфит подготовку В кроссфит также входят и элементы из тяжелой атлетики, из гимнастики Метаболические нагрузки, да, на развитие энергетических систем Откуда взялся кроссфит и почему он набирает такую популярность в мире? Пришел к нам в США Грег Глассман в 2001 году Первый ввел понятия Потихоньку набирал в США популярность С 2007 года были проведены первые кроссфит игры Вот, кроссфит геймс называется Сейчас, на данный момент, уже в 2016 году В Европе и в США кроссфит введен в учебные процессы В систему подготовки бойцов, ММА, да, и других видов спорта В России большую активность стал набирать кроссфит с 2012 года Правда ли, что говорят, что кроссфит у всего возраста покорный? Да, можно кроссфитом начать заниматься и в 10 лет, и в 20 лет, и в 40, и в 50 лет Естественно, нагрузка вся, она будет масштабироваться и программироваться, да, построение тренировочного процесса Я посмотрела некоторые видео, и мне показалось, что это действительно очень высокоинтенсивные тренировки, если не сказать, что тяжелые Надо ли мне уже начинать сейчас бояться, или еще пока рановато? Не надо бояться, то есть мы можем попробовать, я думаю, все понравится Отлично, что ж, я готова Ну что ж, начнем? Давайте, с чего начнем? Разминочка? Разминочка, замечательно Разминаем кисти Наклоны головы вперед-назад Махи руками Теперь вращение руками вперед Прямо тщательная разминка Рука вверху Оу, ничего себе Основную часть разминки мы закончили Сейчас отожмемся Немножко поработаем Отожмемся Отожмемся Ну, давайте попробуем, что ж, может быть Ручки на ширине плеч И отпускаетесь Сколько раз? Десять Не умеет, врет О, боже Есть даже 70-летняя бабушка, которая ходит в красный А теперь пойдем возьмем по гирке Я думаю, для первого раза замечательной гирки 8 килограмм вам будет достаточно Выполняем следующее упражнение Вот таким вот образом берем Берем гирьку Прогибаем пояснику Смотрим перед собой Пускаем таз на параллель с полом И вот таким вот образом Вот мы закончили непосредственно нашу разминочку То есть сейчас мы берем гриф И идем на помост Итак, значит, прежде чем начать Мы должны изучить технику И для начала, да, начнем с палочки Берем палочку на ширине плеч Проекция палочки у нас получается на середину стопы Ручки немножечко подвернуты под себя И делаем следующее упражнение Таз отводим назад Смотрим перед собой Грудью тянемся вперед И получается вот такое упражнение у нас Отпускаем ниже колена Смотрим вперед И потом плавно выпрямляемся И прямо нужно палочку вести вот так по ногам? Да, палочкой непосредственно двигается по ногам Отлично, дайте я попробую Это же сама прямо Так хочется Вот такое исходное положение, да? Поясничка прогнута Смотрите перед собой Отлично Можно, да? И теперь выпрямляем Лопатки держите, естественно Спинка, главное, трогнута Грудь расправлена Кисти немножко подвернуты И вот, да Замечательно Я думаю, что можно уже попробовать с грифом Взять то же упражнение Это потяжелее, чем палочка Деревянная, пожалуй Отлично Поясничка прогнута Грудь расправлена И всей ступенью даем Ну, для первого раза я считаю, что очень неплохо Очень неплохо Замечательно просто я бы даже сказал По технике, в принципе, есть маленькие замечания Но поскольку вы первый раз это делали Это незначительно Я как бы готова к дальнейшим испытаниям Пока что я бы не сказала, что это было прямо изнурительно для меня Что же ждет дальше? Дальше мы будем делать фронтальный присед И делать будем бурпи С перепрыгиванием через штангу Такой маленький комплекс Значит, фронтальное приседание Ой, божечки Ой Локотками тянемся вперед Таз отводим назад Сели Стали И следующий момент Бурпи И это что, делается в течение какого-то времени? Да Сколько? Пять минут Сначала мы выполняем упражнение 21 раз Потом мы те же самые упражнения делаем Пятнадцать И в конце делаем по девять раз Что делать-то? Она приседает 21 раз Обалдеть! Сильно! Локотками больше тянись вперед Таз отводишь назад Плавно садишься и быстро встаешь Ну, вот я выполнила комплекс, Эдуард Спасибо вам за тренировку Было очень здорово Мне очень понравилось Хотела бы просто послушать Ваши впечатления Вообще, что мне еще На чем мне нужно работать? Что у меня получается? Что не получается? Судя по сегодняшней тренировке Вы достаточно подготовленный человек Для первого раза вы показали В принципе, не совсем плохие результаты Спасибо большое, Эдуард Мне даже приходили к нам еще Мне сегодняшняя тренировка Очень понравилась Своей интенсивностью И тем, что она задействует Тебя всю Буквально от мысли И до каждой мышцы Так что, если вам нравятся Яркие, динамичные Не скучные тренировки То это вам точно подойдет А меня зовут Лариса Смирнова Это проект Найти свое Всем пока!